мы начинаем пожалуйста дайте мне знать если вы меня слышите напишите просто там до слышим да ну я вижу да все все достаточно 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 я вижу у нас тоже трансляция пошла в дайте я проверю до пошла трансляция на канале youtube канале значит где он там у нас портнов блог да все отлично я вижу сообщения которые в skype я вижу сообщения которые в чате канала и мы с вами начинаем собственно уже и запись пошла давайте мы к делу я вижу 357 человек у нас в классе и мы с вами мы с вами две темы сегодня покроем одна тема мы поработаем с домашним заданием вы должны были посмотреть в записи вебинар который мы когда-то наговаривали ответил в предыдущем курсе ответить на вопросы в тесте точнее сначала с ответами разобраться подучить ответы на уровне воспроизведения на втором уровне чтобы вы могли самостоятельно не глядя никуда взять и написать ответ и потом выполнить тест значит поэтому мы сейчас идем посмотреть на результаты вашего теста вот он тут давайте я сделаю ритм рефреш значит у нас это в тесте приняли участие 283 человека прежде чем мы будем смотреть на то что они там сделали я хочу сказать что я не знаю какая часть из 283 находится у нас в классе где у нас 500 человек потому что какая-то часть этих людей это могут быть те кто смотрел в записи это могут быть те кто смотрел на был в прямой трансляции которая идет на канале портного блог то есть живьем этот урок наблюдали около тысячи человек а вот в записи там ну считает может быть уже 10 тысяч поэтому из этих всех людей значит 283 пришли и если бы даже из классов 500 человек это было бы 283 я бы сказал что уровень участия участия запредельно низкий я возвращаю вас к теме о пяти значит категориях студентов помните о чем речь идет значит есть люди у которых как бы есть все шансы если ли у которых шансов нет поэтому уровень так сказать вашей активности он говорит о том как у какой категории вы относитесь это первое второе это второй уровень проникновение искать суть материала да то есть если человек не участвовал не практиковался не сделал ничего чтобы с уровня 1 перейти на уровень 2 то ему не светит ну то есть как бы это понятно вы должны это знать это тот риск который вы на себя берете и вы говорили сегодня мне удобнее вот допустим потратить это время на что-то еще но вы просто должны знать что у этого всего есть цена я просто как бы напоминаю да то есть я об этом говорил но что как-то совесть была чистая тех кого еще можно вернуть искать на путь я пытаюсь вернуть на путь значит оставили эту тему и идем внутрь значит мы начинаем с того чтобы посмотреть на эту тематику и после чего займемся практическими делами ну вот давайте смотреть значит первый вопрос это вопрос с интервью это не просто так вопрос это вполне такой типичный вопрос особенно для начинающих или для тех кто меняет профессию и у нас тут слава богу сколько двести восемьдесят пять человек участвовали значит они давайте это чуть ниже сползу чтобы было видно что там происходит позволяет мне зарабатывать больше денег двадцать шесть процентов тут тонкость вот какая безусловно всякая профессия которую вы выбираете для себя должна давать вам достаточно денег потому что если вы не зарабатываете на жизнь столько сколько вы хотите зарабатывать вы рано или поздно уйдете из этой профессии она не способна вас удерживать на плаву это с одной стороны с другой стороны это не не то что обычно люди говорят когда их спрашивают потому что деньги играя важную роль в жизни не являются самым важным или там исключительно важным там на втором на третьем месте в сша например по всем опросам которые последние годы были заработок идет на пятом месте после здоровья семьи там и и так далее поэтому ну да важно но если если вы спросите врача вот я обычно привожу врача врачи очень хорошо зарабатывать врачи адвокаты это самая скать привилегированная смысле заработка группа населения если вы спросите врача пошел ли он в медицину чтобы больше зарабатывать он очень обидится ну то есть конечно есть такие что иди и правда так но они как я людям помогаю я же спасаю жизни и здоровья я оперирую там или я значит сопровождаю там пациенты как как это так ради денег у него главное он хотел спасать людей ну конечно за это платит неплохо это правда поэтому если вы идете на интервью а мы рассматриваем вопросы на интервью на интервью вы не будете говорить про деньги хотя это подразумевается это не то же самое что там я не знаю там у токарного станка стоять или допустим там продавать помидоры на рынке ну конечно хотя может помидоры либо больше плачет я не знаю значит безопасность как бы до надежность по сравнению со своей текущей профессией сейчас нету безопасных надежных работ что бы вы не делали в этой жизни уже я вам гарантирую что есть люди которые думают как вас заменить на какой-то автомат даже если вы там хирургией какой-то за меня занимаетесь эти очень сильно меняется все на свете поэтому дело не в надежности профессия сама по себе не дает то что называется job safety но уровень ваш в этой профессии ваши навыки то есть если раньше например безопасность такая до шла от компании например в беем ну там скажем не уволит да или шла там от конкретной профессии то сейчас это идет от вас лично гораздо больше потому что нет такой работы откуда не уволит нет такой компании которая не сокращает и так далее но но лично вы поэтому лучше этого не говорить потому что люди которые вас нанимают понимают что вы заблуждаетесь мне нравится работать в в хай-тековском инварменте это дорогого стоит дальше вы говорите что 40 процентов вот говорят что это соответствует сказать моему природному таланту и я такой человек который любит качество и перфекшен вот это вот это здорово если когда вы это говорите вам верят то есть существенно не только то что именно вы сказали но вам должны поверить и когда вы говорите что вам нравится работать в хай-тек инварменте у вас в этот момент должны глазки засветить спать вы должны вы должны при этом я сейчас камеру включу чтобы те кто в классе могли меня видеть значит да вот они меня могут видеть какой я эти вот я бы там мне нравится работать войти и 2 5 не нравится вообще вообще мне нравится там войти и вармите хотя конечно народе ста гнилой в общем-то ну от лучшим на базаре вот я раньше торговал помидорами так там каждый день морду били вам должны поверить это чтобы позитивно радостно хорошо там и так ладно движемся дальше что такое негатив тестинг я не знаю как по-русски называется мы договорились что у нас вся терминология идет по английски и писанина вся что такое негатив тестинг значит девяносто шесть процентов это очень серьезно выбрали то что надо было выбрать значит задача вот этого негатив тестинг состоит в том чтобы посмотреть как поведет себя программный продукт в ситуациях когда пользователь отклонился от того поведения которое мы хотели бы видеть то есть позитив тестинг это вот если пользователь делает то что он должен делать система обеспечить ему результат это позитив тестинг это то что проверяет программист даже вот например люди там из маркетинга они когда идут куда-то презентацию делать они какие-то себе пару сценариев там намечают чтобы людям показать бум 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 они они не тестируют но они хотят убедиться что во время презентации не накроется так вот это тоже позитив тестинг потому что они показывают что то что имеет смысл да но они делая это готовясь презентации они тоже делают позитив тестинг сами того таскать может быть не знаю если что-то будет не так они скажут о негатив тестинг программист об этом не думает ну может быть так самую малость если тестер этого не делает то фактически никто не делает и и негатив тестирования это одна из тех задач для которых нужен тестер это то что объясняет людям почему вообще тестер нужен хоть кому-то это негатив тестинг и это regression тестинг вот эти два если не мы то никто идем дальше но тут вы тут вы героически молодцы я просто откровенно счастлив так что такое тестирование что такое софтфор тестинг значит тестирование программного обеспечения у нас тут есть народ никто не уклонился от ответа 285 ответов это очень здорово значит я только что хочу сказать что я предупреждал что ответ должен быть дан своими словами если вы не можете ответить своими словами то вы не вышли на уровень 2 и я вам дам письменную гарантию что вы не будете работать больше того если вы не в состоянии выполнить такую простую инструкцию как не делать копипейст да то ну как бы сказать никто на вас там рубля не поставит на ваши успехи вот я вижу вот это просто чистый копипейст вот тут да со всеми делами там атрибутами это путь в никуда еще раз мой 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 как бы долг вас предупредить ну давайте в середину куда-нибудь пойдем посмотрим процессов анализе софт варенодер ту деталь за дифференции это тоже копипейст это чистый копипейст процессов верификации на двали дейшн и серчин багс но я бы так не хотел чтобы вы определяли вас же спросили что такое тестирование значит вы должны были бы сказать что это процесс который показывает что тот продукт который мы задумали вот этот продукт и сделан мы сравниваем желая желанный продукт эксперты с акчел вот вот это то что там происходит безусловно параллельно с тем что да это и есть берификейшн берификейшн это когда мы смотрим на рекламе и насколько они внедрены то сказать и имплемента до имплемент еще но фрикваре и когда говорят тестинг то обычно имеют ввиду вот именно берификейшн когда мы уже в глубь немножко идем то мы говорим что кроме берификейшн что собственно что и есть суть тестирования часть времени уходит на то что мы натыкаемся периодически на требования на рекламе который не соответствуют как бы нашему представлению о том что хочет пользователь и мы тогда жалуемся на эти требования или просим их как-то изменить или обычно это происходит форме того чтобы что-нибудь добавить вот может быть что-то не хватает мы хотим добавить вот это называется валидейшн но но еще раз своими словами что-нибудь скажите потому что пока вы не скажете что-то своими словами вы реально торчите вот ну вот это все это purpose of software testing is to detect errors for the further correction а это просто ошибка вот это об это заблуждение то есть вы может быть скопировали это в каком-то месте может быть даже какой-то человек в книжке написал но дело в том что это не является целью тестирование найти ошибку не является целью это безграмотно не безграмотно это утилитарно это говорят люди которые сами книжек не читали и они вот так пишут сами в своих книжках цель тестирования это не убить не найти ошибку а убедиться в том что и правильно сделано вот представьте себе человек идет там с миноискателем его задача значит пройти вот по этому полю которое может быть есть а может быть там нет этих мин мы не знаем могут быть на той неделе две коровы подорвались то есть есть как основание вот он идет с миноискателем может так получиться что он там два дня ходил и ни одной мины не нашел и вы сказать о чем два дня на что он потратил два дня он потратил два дня на то чтобы поставить значок не проверено мин нет понимаете то есть задача его было не найти мину конечно он мог наткнуться на мину и потом ее разминировать безусловно безусловно но задача то была другая задача была дойти до состояния когда поставлен значок и написано мин нет он мог найти или не найти может быть слухи были может быть это мина была там я не знаю с первой мировой войны осталось я я не знаю что там было но во всяком случае вот тестер не идет раб на работу чтобы найти ошибку тестер идет на работу чтобы сказать вот это 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 требование выполнено это выполнено это выполнено а это нет и пишет баг report это тонкая штука но это очень очень важно понимать collect information on the result in product expected да окей хорошо and compare it with the requirements and the project stage я бы про project stage вообще бы ничего не говорил requirements существует сегодня вот сегодня может быть наше я знаю что вы называете вообще project stage я я даже термина такого не знаю но допустим я но я могу представить что вы себе думаете но когда-то шесть месяцев назад были какие-то требования я вас уверяю что если вы сегодня пришли в компанию и взяли требования написанные 6 месяцев назад вы увидите что половина никого уже не интересует сегодня это очень кардинально изменилось особенно если мы паджа и работаем и так далее даже не в аджа я начинал работать в waterfall где казалось бы достаточно стабильный такой процесс через шесть месяцев уже никто читать не станет и требовать уже все изменил требовать надо поддерживать чтобы они были актуальны так вот сегодня какие у меня сегодня требования вот такой у меня сегодня должен быть проект продукт готовый никакой project stage категорически не может сюда помещаться категорически compliance of real work of software with the planned work of software required не planned required это большая разница тестирование сравнение созданного программа продукта тому программу продукт который был задуман ну и еще раз понимаете откуда мы знаем какой был задуман вот как знать есть документ в котором это знание реализовано этот документ называется requirements или там требования или по-русски можно сказать техническое задание или там какое-то еще задание я не знаю той терминологии который там люди там пользуются но мы исходим мы работаем на американском рынке так вот к чему я говорю что есть конкретная форма задумки эта форма называется requirements поэтому мы проверяем на соответствие requirements они на соответствие задумки хорошо значит это более точное определение ну я думаю что мы поговорили на эту тему софтвор тестинг из тестин и код ну скажем так если кода нет то тестировать нечего но дело в том что мы спрашиваем что такое софтвор тестинг а выгодите тестинг это тестинг ну хорошо и а что ты это не ответ на вопрос вы же вы хотите работу получить вы же хотите изучить вопрос и и домашнее задание вам довольно четко было поставлено ответы на вопросы к интервью отрабатываются до второго уровня уверенно и самостоятельное воспроизведение вы чего вы производите что вы хотели воспроизвести вам дали ответы на вопросы правильно вам же дали ответы вы должны пойти где тут эти ответы вот ответы quality assurance software quality вот что да purpose of testing из verification validation хорошо это цель значит своими словами скажите что у меня копипейст своими словами значит хорошо ой я еще совсем закрыл ну ладно давайте я открою в другом окошечке так может быть мы к этому окошечку еще вернемся секунду вот тут да ну что продолжаем движение значит ой мы мы с вами друзья мы с вами настраиваемся на правильное выполнение домашних заданий я не ожидал что вы самое первое сделаете идеально даже мысли такой не было но тем не менее значит вот к следующему разу ко вторнику следующему вы будете отвечать на те же на тот же самый набор вопросов и ответов которые вот на этой страничке из первой группы но мы должны уже сделать его мастерски поэтому я сейчас обращаю внимание вот на эту часть чтобы следующий у нас было во первых гораздо больше народу во вторых чтобы вы не копировали всякий мусор и то есть он не мусор само копирование это мусор как процесс вот вот и software quality значит первое что мы должны до первое что мы говорим что software quality это не то же самое что вообще quality вот в наших в наших вопросах тут первый вопрос это как quality качество что такое качество это абсолютно субъективная вещь а то что здесь называется customer satisfaction вот человек доволен он может быть доволен от такой ерунды что смешно даже смотреть а может быть недоволен чем-то таким что вообще шедевр это его личное дело он имеет право он либо платит деньги за это либо не платить я бы сказал что по моим наблюдениям может быть они субъективны но вот по моим наблюдениям в отечестве у нас а среди разработчиков есть такая мулька что пользователь дебил то есть ему дали гениальную вещь а он значит дебил он ничего не понимает он чайник если помощи только понимал что ему такое замечательное дали в сша вас выкинуть с работы за это потому что он деньги платит он заказчик значит он должен быть доволен и дебил не он абсолютно не он я вас уверяю поэтому и так качество в целом это очень субъективная вещь но мы с вами вот на software quality мы с вами находимся в профессии по тестировал по качеству программного обеспечения и мы с вами идем на интервью не забывайте мы пришли на интервью и нам задают этот вопрос на интервью ну давайте нарисую такую картинку значит допустим позиция две позиции в компании и две вакансии да будем по-русски две вакансии и 55 человек они интервьюируют чем ниже уровень вакансии тем больше там будет кандидатов на интервьюирование скажем вот на синдер и еще не найдешь никого а вот скажем на таких начинающих народа побольше ну допустим пять человек они хотели там с ними поговорить вот они пришли пять человек один ну так вышло но не в дугу но совсем плохой но ну все забыли о нем но вот есть еще и но есть четверо и мы исходим из того что эти четверо в состоянии делать эту работу то есть в профессиональном смысле они все то что знаете кейпо полдань они могут но во первых нет желания взять кого-то кто может делать два раза больше и допустим ему надо платить 40 долларов час он стоит 40 мы заплатим 30 я не хочу этого человека он убежит через неделю или через две и это это неправильно поэтому если вы знаете больше это не значит что вас возьмут может быть даже и наоборот больше чем надо для этой позиции вот допустим они все более-менее так сказать в одном диапазоне так они годится как я выберу из из четверых как я двоих то выберу это не то что вы пошли там лицензию получать вот я сдавал к эту лицензию там не знаю на страхового брокера пришло там 30 человек в комнату я не знаю сколько сколько из них получили этот эту лицензию в этот день но если бы 30 человек пришло и 30 человек получили бы лицензию нет проблемы никакой то есть никто не говорит из 30 мы только 10 должны пропустить сколько пришло столько пришло спасибо всем теперь а это интервью это это всего две позиции и они сознательно интервьюирует больше людей и как они должны выбрать двух из четверых которые все в состоянии делать эту работу значит к чему я это клоню на интервью недостаточно дать правильный ответ люди которые думают что они правильно ответили и им теперь за это что-то положено они глубоко облуждаются они должны дать ответ лучший чем еще три человека кроме них которые все неплохие которые в профессиональном плане им не уступают так вот надо надо дать ответ лучше чем твои чем твои конкуренты вот эта компетична поэтому мы говорим и это ответ который как бы на победу мы говорим у нас есть два аспекта в которых мы видим что такое software quality с одной стороны качество программного обеспечения с одной стороны это бытовая такая перспектива то есть это пользователь ему нравится или не правится но но мы то ведь не не пользователи мы то работаем в департаменте по тестированию по квалати ашуранс значит мы то имеем другую перспективу вот пожалуйста вот ягода это как искать и мера того мера того насколько близок актуальны реальный продукт к тому который должен быть значит мы измеряем значит теперь софт варит качество такое качество софтура вот вот это она но теперь а у нас с вами есть местечко на школьном форуме да вот вы видите форум партнов.com на школьном форуме у меня есть тут подраздел называется software qa testing interview questions я вам говорил в прошлый раз но я хочу чтобы обратили на это внимание в контексте вот этой дискуссии давайте-ка глянем тут не так много вопросов есть но вот это именно те ответы которые бьют конкурентов вот эти 20 ответов на 20 вопросов это то что даст вам работу что мы здесь пишем у нас есть четыре элемента значит правильный ответ который который мы хотим чтобы вы давали так состоит из четырех элементов первый элемент это мы хотим с точки зрения потребителя это кастомер сетисфакшн что есть вещь субъективная безусловно давайте я покрупнее может быть сделаем теперь а второе с нашей в нашей перспективе да с нашей точки зрения это софтвер насколько он таскать соответствует требованиям и еще две вещи которые мы могли бы сказать если нам хочется получить работу первое что если софтвер на сто процентов соответствует требованиям это вовсе не значит что люди его будут хорошо покупать он будет продаваться хорошо и так далее это заблуждение которое имеют начинающие тестировщики они думают вот если софтвер четко вы от тестировали все как надо сейчас народ налетит не абсолютно не народ может любить совершенно другой софтвер который может быть не так хорошо от тестирована где задумка намного ближе и точнее я помню время когда появился фейсбук и до фейсбука было знаете май спейс был очень популярен френдстер были вот эти все дела и у меня дочь в это время она заканчивала юридический факультет беркли и проходила практику лет летом в компании и в этот момент вот эта самая компания выводила в паблик на сток маркет выводила фейсбук и партнер который с ней работал ну у которого она практиковалась партнер фирмы он ей говорит пойдем я тебе покажу человека который изменит мир и они пришли она говорит ты знаешь какой-то парень лет двадцать там прыщи там на носу это никакого такого впечатления как молодой человек не не производил ну там шнобель там рыжий на так что там почему-то этот партнер считает что этот парень изменит весь мир понимаете и когда фейсбук только вышел он не был так хорошо от тестирован относительно своих требований своих рекламе как например уже было тестирован май спейс или фрэнстер но сама идея которая там была заложена революционная до сих пор не понимаю почему это вот так поперло это это надо просто понимать надо там как бы быть родиться и так далее надо знать но но это не вопрос от тестированности продукта понимаете это то что это то что стоит до тугой это вот те требования которые заложены виденье за этими требованиями теперь внутри компании это очень существенно опять для интервью внутри компании которая делает программное обеспечение есть разные должности и люди на этих должностях видят зачастую качество программного продукта именно с точки зрения потребителя например топ-менеджмент вы чего им важно что люди любят продукты деньги платят sales им приват на ваши требования именно чтобы продавалась паблик релэйшнс маркетинг тех саппорт понимаете они все это видят глазами пользователя вот собственно об этом мы и говорим значит я обращаю ваше внимание что всякие вопросы на которые вы отвечаете проверьте на форуме проверьте вот в этой и в этой части давайте я снова вернусь в основное оглавление вот она эта тема вот под под форум софта тестинг интервью крещенство так 21 вопрос 21 из 60 вот мы вам даем список 6 из 60 наиболее там характерных вопросов на интервью и список работает я как я как раз для вашего класса его немножко подправил там чуть-чуть по мелочи в основном вот и и 6 лет назад он был таким и сейчас он такой конечно добавляется там в зависимости от резюме там резюме может спровоцировать определенные вопросы но вот то что как бы относится ко всем а вот это оно знайте и пользуйтесь еще раз я это говорю под будущий тест который вы сделаете к следующему уроку движемся движемся дальше а что measurement of how close is the actual software а зачем мне ваша копипейст для того чтобы я вам сказал что вы не сделали задание и что работу с этим не найдешь ну правда да я могу повторить а а тут чек своими словами пытается значит как бы сказать двойной смысл что ли я взять тут такой английский немножко ломаный но не суть мы мы понимаем лучше пытаться говорить на ломаном английском чем копировать на хорошем английском или чем писать на замечательном русском compliance with established requirements for the product on the other hand it is a degree of satisfaction of the requirements to the wishes of the client пусть будет так мне мне нравится correspondence of the product to the claimed passport паспорт у софтвера паспорт есть я никогда не сталкивался это может быть там у какой-то технического устройства есть отчего бы не выучить ведь ответ-то дан для изучения value of products approximation ok to the required form and functional мне кажется что это как-то результат какого-то перевода роб роботом или каким-то софтвером customer does not regret his money spent ребята это не плохо хорошо хорошо молодцы control over the fact that created software product meets the expected product это с одной стороны и второе customer is satisfied with the work done not with the work done with the product itself он не думает этот момент откуда взялся этот продукт он не думает о том хорошую работу сделали ребят он нравится мне эта штука хорошо молодцы молодцы значит правильный ответ содержит два компонента окей два компонента так значит еще раз если вы делали copy-paste вы должны сильно задуматься от же о жизни вообще и о том что вы хотите от этого курса получить когда мы говорили о том что необходимо для того что успешно этот курс пройти там у меня целый слайд был этому посвящен в первом уроке и я говорил о том что надо быть ведомым хорошим надо уметь быть ведомым и надо быть достаточно аккуратным человеком который выполняет аккуратно процедуры которые есть тестирование это искусство и наука о процедурах о процессах о последовательности действий от тщательности и так далее если у вас нет тщательности вы не можете быть в киеве я не знаю можете ли быть программистом я тоже как бы сомневаюсь хорошим вряд ли но в киеве это это основа профессии если вы не можете идти по шагам делая раз делай два делай три вы не можете тестировать и так далее поэтому ночью жаль ладно наверное надо было деньги брать а то она так все что бесплатно она не ценится вроде чё действительно не пойти там дурака не повалять вот из блэк white box testing надо будет видео написать вот об этом отдельно на канале да значит black box white box то есть черного ящика белого ящика и стеклянного есть такой глаз бокс в книжке каннера называет стеклянным это не суть важно white box это наиболее такое общепринятое там еще есть серый ящик до grey box но вот в данном случае black и white что у нас есть виза вот иксис тусор да это копипейст это мне не интересно то же самое чеки на продукт for compliance without access to the source code я хочу сказать про слово чекинг значит есть несколько слов которые мы стараемся избегать значит дайте глянем избегать значит в частности вот чекинг это одно из таких слов чекинг значит вместо чекинга да значит мы что мы делаем что мы можем легитимно говорит тестинг годится мы но верифай да вот сказать как верификация да пусть будет верификация а валидейшн это все хорошие слова это термины валидейшн что еще можем можно сказать мейтиншур да мейтиншур условно чекинг нет такого технически общепринятого смысла поэтому я бы вот избегал и чей можно чекбокс можно чек чек значит понимаете а вот вот это может быть в бизнесе там есть чекинг какой-то вот но но не не в тестирование другое слово которое я советую избегать это слово скрипт не потому что слово скрипт какое-то плохое а потому что у него содержание не определено универсально значит она зависит от контекста зависит от контекста зависит от контекста и поэтому контекста эти как для меня например вот первая моя реакция на слово скрипт это тест-атомейшн-скрипт написанный на каком-то скриптовом языке не знаю там на джаваскрипте или там на пайтоне на питоне а вообще-то сценарий дословно на русский язык переводится как сценарий но есть такие сценарные языки да вот есть скриптинг лэнгвич для меня это вот что-то связано с автоматизацией тестирования значит мы стараемся избегать это слово вне контекста вне контекста я я не советую есть слово есть такой термин тест сценария значит с сценария по-английски вы тест сценарию опять зависит от контекста значит есть легитимные слова которые все понимают скажем тест кейс да более-менее все понимают одинаково хотя тоже возможно есть там понятие тэс там ну что еще бывает а вот этот сценарий когда вы с кем-то говорите то в том контексте в котором мы говорим мы можем понимать я периодически использую это слово но я когда его использую это между мной и вами говорящим на одну тему и находящимся в одном контексте мы в этом контексте понимаем если вы пришли к другим людям скорее всего они находятся в другом контексте они могут совершенно другой смысл в это вкладывать и я как бы советую вот эти три чекинг скрипт и сценария тест скрипт да пусть будет тест скрипт вот я советую воздерживаться во всяком случае быть очень осторожными хорошо black box тестинг это когда мы не лезем в код white box тестинг это когда мы тестируем на уровне кода знаете что давайте мы скажем так давайте я понаблюдаю что вы мне напишите в скайпе я сейчас группе нашей из 500 человек обращаюсь значит давайте мы сделаем так давайте мы сделаем так вы ответите мне на вопрос программист когда программист тестирую тестирует свой код программист делает white box тестирование делает black box тестирования или делает оба сразу значит один из трех ответов дайте мне black box white box или оба так значит юнит тест не является легитимным ответом ссори если вы как бы не в состоянии грей бокс тоже не является легитимным значит дано три ответа возможных white black и оба друзья нельзя быть слишком умным знаете там юнит тест точнее так юнит тест это разновидность white box теста если уже вы пишете слово юнит уже вы хотя бы должны знать что это разновидность white box тестинга ну что же вы так то оба сразу ну хорошо я бы сказал так ага значит я смотрю еще что пишут ребята которые смотрят прямой эфир значит примерно примерно одинаково значит у нас легли голоса одни говорят что программист делает white box примерно столько же народа говорят что оба значит теперь давайте мы разделим и скажем что white box или black box не связано с тем кто это делает это вообще не имеет отношения к тому кто это имеет отношение к тому как это делается вот значит сидит программист и пишет код и он свой код тестирует соответственно он делает очень большой объем того что называется white box тестинг есть много разновидность в частности вот там юнит тестинг он делает и API тестинг он делает много чего он делает но в какой то момент он ну имплементировал какую то функциональность и он говорит ну хорошо вот теперь пользователь пришел что он увидит как она будет на него работать он запускает этот код так и прикидывается пользователем и начинает что-то делать бах в этот момент он занимается тестированием black box потому что он поставил себя сознательно в положение пользователя программист не может сказать код готов до тех пор пока он не пошел и не потестировал его с точки зрения пользователя есть такой код который пользователю недоступен так в прямом виде это отдельный разговор но мы говорим про программиста который пишет то что пользователь может как бы значит с ним поработать и вот он идет в виде пользователя и смотрит в этот момент он делает black box тестинг он и grey box тестинг тоже делает но мы пока не трогали grey box тестинг значит не идем в эту сторону вопрос у нас был про black box и white box следующий вопрос вот я тестирую вот я тестирую и вот у меня допустим там страничка вебовская я делаю мышкой там right mouse click и он мне говорит там view page source он говорит посмотри на код страницы я смотрю тут много такого мусорного потому что эта страничка сделана в контент менеджмент системе да у нее вид такой не симпатичный ну может быть и это я не знаю давайте попробуем будет ли она лучше выглядеть но во всяком случае я нахожу нужное место в коде и говорю о вот почему ссылочка то не работает оказывается в ней там допустим буковки не хватает правильно я black box тестер я не имею доступ к коду туда и сюда но код странички то я могу посмотреть значит если я в состоянии что-нибудь такое видеть в html там или джаваскрипте то я могу посмотреть там почему не работает ссылочка глянуть есть инструмент который вам прямо вытаскивает этот кусочек кода не надо на всю страницу смотреть ради бога есть компании где вам скажут как тестер ты должен пойти воспользоваться инструментом значит ткнуть туда и вот этот код значит там скопировать его и бросить в баг репорт и так далее это уже процесс такой но если вы обнаружили ошибку в коде даже не будучи ни программистом ни white box тестером вы как black box тестер в данный момент делали white box тестинг то есть как только вы идентифицировали проблему на уровне кода вы делаете white box тестирование если вы идентифицировали проблему поведенческую behavioral то вы делаете значит black box тестинг вот и все и это уже не важно кто вы по должности и какие ваши основные обязанности так давайте я вот об этом спрошу вы мне скажете понятно то что я говорю нет протеста какого то внутреннего нормально все мы мы так ну слава богу хорошо значит идем движемся дальше есть люди которые знаете говорят там программист делает white box тестер а тестер black box тестер нет ну нет это не никто а как мне сказали что я пятый вопрос пропустил что там было software quality assurance я пропустил software quality assurance фундаментально когда нас спрашивают про software quality assurance что это очень важно мгновенно должно сработать software quality assurance на этой стороне а software testing на этой стороне то есть фактически отвечая на этот вопрос вы должны помнить что часть этого вопроса это в чем разница между software quality assurance и software testing я думаю там дальше есть такой вопрос да вот может быть давайте я забегу вперед да вот он вопрос номер 9 поэтому думайте об этом когда отвечаете на вопрос что такое software quality assurance значит software quality assurance это когда вы смотрите на весь процесс создания программного продукта на самом деле quality assurance ведь не идет из программного продукта quality assurance идет из промышленности из фармацевтии и так далее там сильнейший quality assurance допустим мы выпускаем автомобили и у нас конвейер и в этом конвейере там не знаю там 150 мест где можно что-нибудь напортачить и мы смотрим на собранный готовый автомобиль и вдруг мы видим там дефект и мы говорим где в нашей цепочке где в этих 150 местах и что именно произошло что привело к этому дефекту и мы находим это место его там исправляют и дальше у нас этот дефект как бы исчез вот это quality assurance мы смотрим на весь процесс объектом software quality assurance является процесс производства software это наш объект в то время как объектом тестирования является код написание кода это часть процесса вовлеченного в производство программного продукта начинается с анализа начинается с requirements потом там идет дизайн это все процессы которые могут быть с ошибками quality assurance все это очень внимательно штудирует и пытается предотвратить проблему на раннем на самом раннем уровне понимаете если у нас есть противоречивые требования а представьте себе что противоречивые требования попали к двум разным программистам и вот у нас проблема что один так понимает другой так понимает а представьте себе что нету требования вообще ну нету вот не хватило да что то не написали значит программист сделал так как он имел в виду а самое главное в этом что переделка дорого обходится и сказывается сильно на качестве программного продукта. И чем позже в процессе мы наткнулись на необходимость переделки, тем дороже она будет стоить, и тем болезненнее эта переделка будет сказываться на качестве. Потому что очень сложно в дизайне что-то менять. Поэтому люди, которые делают гениальный дизайн, это гении. Они, может быть, программировать не умеют толком. Понимаете, это совершенно другой талант. Талант, особый талант, который позволяет человеку создать нечто, что легко изменить в будущем. Понимаете, какое видение надо иметь, какая еще потрясающая работа. Вот эти архитекты, дизайнеры, это безумно ответственная работа. Поэтому, когда там есть вопрос, как может QA повлиять максимально на качество продукта, найти проблему на ранней стадии, найти проблему в requirements. И мы там говорим, что если мы пойдем на session 1, вот сюда, в конец, в самый конец, там последний был вопрос, software development lifecycle, да? И я вам тут ссылочку дал. Я когда-то это стащил с Википедии, но Википедия меняется, поэтому я себе копию сделал. Вот посмотри, тут разные элементы, software development lifecycle. Но вот они тут говорят, что, они вам говорят, что, вот, incomplete, вот три слова ключевых. Incomplete, то есть неполные, незавершенные, противоречивые, двойственные, или, двойственные, да? Incomplete, двойственные, можно по-разному понимать. Или противоречивые, да, противоречивые requirements распознаются опытными software-инженерами. Понимаете? И вот это очень важно. Вот есть три ключевых слова. Incomplete, что может быть не так с requirements? Incomplete, ambiguous, можно так понимать, можно так понимать. И contradictory, то есть одно противоречит другому. Вот эти три вещи, это то, что QA может сделать на стадии разработки requirements. И это то, что вносит самый большой вклад в будущее качество программного продукта. Когда-то, лет, там, чуть ли не 20 назад, я читал статью на эту тему. И я не знаю, статистика сохранилась ли. Но они писали там, что 82% переделки кода, вот из всего, что надо было переделать, 82% произошли из-за того, что нужно было, менялись требования. Понимаете? Поэтому вот это QA. Так. И еще раз, никакого copy-paste, даже чтобы вообще в мысль такая не приходила. Если вы хотите, как бы, как-то дальше в этом курсе находиться, просто гоните эту мысль, как невозможную. Это вот, знаете, как, вот если пришел человек лечиться от алкоголизма, и говорит, но стакан в день же можно, правильно? Ну, пока ты лечишься. Вот это то же самое, что вы сейчас делаете. Значит, software development life cycle. Вот только что мы смотрели, ну давайте я вернусь в эту точку, только что мы смотрели на определение. И существенно здесь понимать, что это project management. Это conceptual model used in project management. Очень удобно разбить процесс разработки программного обеспечения на стадии, на этапы. Потому что на каждом этапе мы имеем определенные ресурсы, которые нам нужны, денежные, человеческие. Значит, у нас появляется какая-то задача, которую мы решаем. У нас появляется расписание, какой-то schedule. И теперь человек, который занимается менеджментом, он может абсолютно этим всем руководить. У него появляется чем руководить. То есть это удобно для организации процесса, для project management. Значит, так вот, это такая концепция, концепция в project management, которая состоит в том, чтобы разбить на стадии. И надо сказать, что стадии бывают самые разные. Набор стадий может сильно отличаться от проекта к проекту. Поэтому, когда мы говорим, что такое software development life cycle. И вы вдруг начинаете перечислять стадии, которые там есть. Это грубая ошибка. Потому что в одном проекте такие стадии, в другом проекте такие стадии. Но вас же спросили, что такое software development life cycle. И это концептуальная модель, которую используют в project management. Но только без copy-paste. Понимаете, вот это вот, конечно, грустно все очень. Так, а кто-нибудь своими словами там скажет? Окей. Зато я вижу, что... А вот, пожалуйста, вот вам. Analysis, requirements, design, testing, бла-бла-бла. Вот человек пошел стадии перечислять. Это не ответ на вопрос вообще. Но, когда вы отвечаете на вопрос, что такое software development life cycle. И вы говорите, что это концептуальная модель в project management. Которая, значит, расписывает процесс на стадии. На пример. И дальше вы начинаете вот... Значит, как пример все, что угодно годится. Если оно не безумно. Да. Но вот эти примеры, которые обычно идут. Это то, что называется waterfall development. Стадия за стадией за стадией. Когда последовательно идут разные стадии. Потому что сейчас очень много того, что называется agile. Но это как бы классика жанра. То есть классический вопрос. Что такое software development life cycle. Это классический ответ как бы в терминах waterfall development. Что такое use case? Ну что у нас тут? Формат, которым пользуются бизнес-аналисты, чтобы задавать requirement. Да. Ну, да. Мы еще нам уточняем, мы говорим, что use case это некоторое описание взаимодействия человека и системы. Вот, допустим, приходит человек в банк. Ну, пусть будет в Элсфарго банк. Вот мы работаем в Элсфарго банк. Это большой банк, его все знают. И там у них колоссальный development. И там у них сотни тестеров. Там очень много наших выпускников. Кстати, работают тут рядом в Сан-Франциско. Очень много. И вот, значит, они делают нечто. Например, вот я помню время, когда сидел там человек в банке и бумажками там что-то ворочал. Сейчас вы приходите, у него компьютер, он там набирает пальчиками. Значит, приходит бизнес-аналист. Он хорошо знает работу банков, процессы там и так далее. Это его работа. И он так из-за плеча смотрит, что делает этот банк-телор у нас называется. Какие операции он выполняет. И он так документирует это. Ну, как может. Как может. Дальше, допустим, вот у нас есть такое понятие checking account. Есть понятие saving account. Savings это в наше время назывался накопительный счет. А checking это был, не знаю, какое правильное слово русское. Но где деньги лежат и интересы не платят. Такой операционный такой счет. В общем, приходит человек, хочет открыть вот такой checking account. Ему задают разные вопросы. Сколько денег он хочет положить на счет. Потому что если он хочет положить там до 750 долларов, он должен там, я не знаю, ну, что-то там заплатить там, не знаю, 3 доллара в месяц. Если от 750 до там 5000, то доллар в месяц. А если больше 5000, то это бесплатно там. Ну и пошло и поехало. То есть какие-то вот, я могу сказать, а не являешься ли ты студентом. Потому что если студент, то ты можешь там получить какой-то бонус. Ну и так далее. Я не работал никогда в банке. Там много вариантов. Допустим, если мы посмотрим на все множество конфигураций, которые может иметь вот этот checking account, в принципе, это будет, допустим, 57 разных конфигураций. Значит, у бизнес-аналиста получится 57 use cases. Понимаете? 57 таких коммуникаций, да? Каждая из которых приводит к какой-то конфигурации checking account. Или там этого операционного счета. Вот это use case. Это протокол общения между человеком и системой. Usage scenario. Хорошо. List of operations for which different categories of users operate to achieve certain results. For example, creating payment order. Ну да, но все-таки неплохо сказать, что это формат. Формат, в котором бизнес-аналист описывает требования к системе. Мы же на тестировщика готовимся, да? То есть мы видим ответы на эти вопросы в контексте тестирования. Не просто так. Идем дальше. Вот она разница между software testing и software quality assurance. Мы уже, собственно, говорили, но вот... Да, вот это неплохой ответ. Кстати, тут добавилось так пяток ответов, пока я урок веду. Вот он, этот номер 290. Значит, это в основном сосредоточено на коде. А это сосредоточено на качестве процессов. Тоже я так подозреваю, что откуда-то скопировано. Вот. Но, в общем, да, это правильный такой подход. И последний, что у нас тут. Regression testing. Я, честно сказать, не понимаю, почему так много людей не в состоянии ответить на вопрос, что такое regression testing. Потому что вопрос очень простой. Ну, вот на форуме у нас есть regression? Давайте посмотрим. Значит, тут вот есть, да, и black box, и negative, и... По-моему, там есть про regression. Вот, пожалуйста, regression testing. Значит, на regression testing у нас есть такое определение. Мы говорим там partial, retesting. Partial, это не то, чтобы оно именно связано с тем, что regression обязан быть partial, и что... Нет, partial просто потому, что времени нет. В идеале мы должны были бы это все оттестировать полностью, но просто сил нет. Значит, итак, мы делаем это для каждого нового, для каждой новой версии продукта, скомпилированное. Build, вообще, обычно это build называют. Поскольку у нас нет времени, чтобы все перетестировать, тогда вот, значит, какой-то риск есть в том, когда мы решаем, что именно перетестировать. Но в чем смысл? Дело в том, что у нас появились новые ошибки в процессе изменения кода. То есть, что-то работало, раз сломали. Вот, грубо говоря, так, простым языком, человеческим. Сломали то, что вчера работало. Это не то, что может произойти, а это происходит с достаточно высокой вероятностью. Поэтому, конечно, лучше было бы вообще все оттестировать. Ну, где взяк? По частоте выполнения, значит, это второй наиболее часто выполняемый тест. Потому что на первом месте стоит релиз или build acceptance. То есть, перед тем, как новая версия отправилась на тестирование к нам, она проходит вот к тестерам. Она проходит некоторую приемку. Достаточно ли хорошо получилось, чтобы тестеров подключать. Вот это релиз acceptance делается для каждого релиза, для каждого билда. А уже те из них, кто попадут к тестерам, идут на regression. Поэтому, значит, regression это второй по частотности, так сказать, исполняемый тест. И в силу частотности вот этой, это хороший кандидат для автоматизации. Потому что, чем чаще тест исполняется, тем больше возврат на investment, так сказать, в виде времени и денег, которые были потрачены. Теперь мы говорим, избегай, избегай. Не говори, что это тест, который делается после починки бага. Почему? Потому что это сужает, как бы, scope of definition. Потому что любое изменение в коде, да? Любое. Это не обязательно чинили что-то, это и разрабатывали что-то. Это могли переконфигурировать что-то, тоже могло привести к чему-то такому. Любые изменения. Аналогично. Не говорите, что это после того, как добавили новую фишку. Нет. Любое изменение, в том числе и это. Категорически не говорите, что это тестирование, которое делается, значит, чтобы убедиться, что баг починен. Для этого есть другой термин. В некоторых книжках даже говорят, что regression это либо то, либо это. То есть они говорят, что это тоже легитимно. Я никогда в жизни не видел, чтобы где-то хоть в одной компании кто-то так сказал. Поэтому не говорите так, не надо. Не надо. Вы будете смущать народ. Одно дело у нас есть verification of fixed bug. Да? Verification. А другое дело, что regression testing не надо. Оставьте regression testing тому тестированию, где вы смотрите, что ничего не сломалось. И regression никак не связано с тем, что это было вручную сделано или автоматизировано. Это было black box или white box. Никакой связи с этим нет. Regression это когда любым способом, который тебе доступен, ты убеждаешься, что ничего не сломалось. Вот собственно и все. Так. Движемся дальше. Собственно мы закончили на этом месте. Значит так. На данном этапе есть какие-то такие фундаментальные вещи, которые хотелось бы узнать вот так. Именно в контексте. Спрашивать перекличку будет ли. Давайте. Это хороший пункт. Давайте сделаем перекличку. Видите, как народ не даст забыться. Значит давайте я вот тут у меня на лэптопчике своем. Значит так. Все остановились. Никто ничего не пишет. Так. Значит никто ничего не пишет. Тут у меня русских нету. Перекличка. Я тогда напишу вот так. Перекличка. Вот после этой линии скажите что-нибудь. Либо плюс, либо хай. Вот много не пишите. Значит мы вам пусть будет какое-то время. И мы друзья переключаемся на некоторую задачу в развитии того, что мы сегодня должны сделать. Мы отправляемся на урок номер два. И вот это вот тестирование по правилам и без правил. То есть тестирование интуитивное и тестирование основанное на каком-то знании правил. Вот. Самое простенькое, что есть в тестировании, это тестирование пользовательского интерфейса. Ну не только интерфейс, конечно, люди там и функционально тестируют одновременно с этим. Но во всяком случае то, что вы сейчас увидите, это повсеместно. И люди, которые хорошо это делают, ну не только это. Конечно там надо и баг-репорты написать, и тест-кейсики, и функционал. Но в общем это вот, скажем, 25-30 долларов в час получают люди, которые прилично это умеют делать. Значит мы движемся на... Так, а где у меня... А вот, написано. Тестируем, вот, тестируем вот эту веб-страничку. Давайте я ее открою. Вот вы видите вот эту веб-страничку. Я сейчас ее покрупнее сделаю, чтобы у меня тут было на весь экран. Значит это компания, Толия. Когда-то была сама по себе компания, потом ее купил Oracle в 2011 году. И сейчас она часть Oracle. И вот в этой компании Толия... Я скопировал на наш веб-сайт, потому что, может они ее сняли уже, я не знаю. Просто чтобы не пропало. Они, когда люди приходили на интервью, они говорили, вот тебе страничка, руками не трогать. В смысле, вы можете сказать, а вот я нажимаю вот сюда, ничего не происходит. Ничего не должно происходить. Это тестируется как бы без рук, глазами. Инструкция простая, глазами. Если вы начинаете сейчас что-то там кликать на этом деле, то у вас проблема. Правда. Поэтому, значит, глазами. Я знаю на этой страничке, ну может быть, хорошо так за 30 разных проблем. Некоторые совершенно очевидны. Например, вот слово rejected, да, оно неправильно проспеллено. Там буковка I отсутствует после J. То же самое со словом invoice. Да, вот вы видите, там буковка I отсутствует. Вот здесь правильно написано invoice, да? Invoice date. А вот здесь неправильно. То есть, это может быть вот так примитивно, как, допустим, отсутствующая буковка. Ну там просто неправильно написанное слово. Это может быть более сложно, например, вот смотрите. Он говорит invoice date. Он говорит 6, 5, 11. Там 9, 30, 11. Я начинаю соображать, что первая циферка это месяц, потому что 30 это явно дни. Значит так, месяц, день, год. Хотя месяц может быть там две циферки, может быть одна циферка. Ладно, хорошо. Значит, я понял этот формат. Ну вот мы смотрим дальше там invoice date. И совершенно другой формат. Обратите внимание. Значит, день идет впереди. Уже не месяц, а день впереди. Месяц идет буковками. И это уже не касая черта, называется slash, forward slash. Уже не касая черта, а dash. Как по-русски сказали, defice. Значит, совершенно другой формат. Например, так. Или, допустим, вот он говорит amount. И вот этот вот значок, который здесь стоит, показывает, что табличка отсортирована, вот, например, по этой колонке. Но когда вы начинаете смотреть, то вы видите, что вот так оно идет, идет вниз, 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 вниз. И вдруг, бах, вот эти вот 22376 меньше, чем 422409. То есть, нарушен порядок сортировки. Но если вы еще тоньше посмотрите, то вот направление этого значка, вот тут, справа от слова amount, направление этого значка идет от широкого к узкому. Да, то есть, значит, так называемый ascending order или descending order. Значит, он идет от малого к большому или от большого к малому. Так вот, значок показывает, что он от большого к малому, а на самом деле сортировка от малого к большому. Много-много-много-много задачек. Там таких, где-то там три десятка. И мы с вами договоримся так, что вы, что вы поиграетесь с этим делом дома, так? И вы в том формате, в котором вы в состоянии, интуитивно, интуитивно, вы потестируете это сами. Но и баг-репорты свои будете писать на нашем форуме. Я для вас тут завел местечко. Давайте я покажу. Значит, есть под форум для нашего класса. Я еще раз вас возвращаю сюда. Вот этот. SQL 2018. Я для вас сделал тут местечко. Вот, ошибки в веб-приложении Толия. Вот сюда. Будете писать все, что найдете. Хорошо? Теперь, писать желательно по-английски. То есть, если вы все-таки курс у нас о том, чтобы как в США работу находить, значит, давайте старайтесь писать по-английски. Но если уж совсем не получается, я по-русски тоже пойму. Я надеюсь. Теперь, у меня есть для вас небольшая такая презентация, где я рассказываю об основных правилах этого график-юзер-интерфейса, но все правила собраны вот тут, в ресурсах. Значит, вот у нас идет правило для веб-аппликейшнс. Там ссылка прямо на гайдлайс, на документ. Это для, значит, iOS. Это для андроидов. И если вы пойдете в наш предыдущий класс, то, значит, там вы увидите вот этот. Ну, давайте я открою. Там у нас, поскольку было это 6 лет назад, то там в ресурсах будут ссылки на... То же самое для Windows, я подозреваю, где они должны быть. Образцы... Нет. Сейчас найдем, подождите. А вот они, во втором уроке. Вот второй урок был посвящен тестированию график-юзер-интерфейс. И тут есть, что посмотреть на эту тему. Я вам очень советую посмотреть то, что мы делаем. Это до вашего создания. И вот документы, где Microsoft расписывает требования к Windows. Вот это тут. Семерка с вистой, XP 2000. Есть еще более старые версии у меня. Но я думаю, вам не надо. Но, во всяком случае, оно есть. Оно есть. Поэтому... Да, я в очень сокращенном виде. То есть в более полном виде. Вы это посмотрите в предыдущем классе, если будет интересно. Смысл этого в том, что вы можете, как вам сказать, прийти в компанию и, во-первых, описывать проблемы, которые никто больше не описывает, поскольку не в курсе. Во-вторых, вы можете с первого дня начать писать баг-репорты, не зная, как работает продукт. Вы можете писать баг-репорты на то, как он выглядит. И с первого же дня довольно конструктивно вмешаться в процесс. Поэтому это не столько помогает найти работу, хотя, если правильно в резюме описать, может вызвать интерес, сколько помогает не потерять ее. Через пару недель вы должны будете и так уже освоиться, но хотя бы первые пару недель. Показать класс некоторый. Я подозреваю, что я единственный человек на Ютубе, который вообще учит этому делу. У меня там есть видео, кстати, по графику User Interface. По-моему, как раз из того класса. Отдельно, свободно совершенно висит. Там в общем доступе и так далее. Сегодня у меня есть маленькая презентация. Я ее держу в нашем онлайн-классе. И я вот ей сейчас воспользуюсь. Мне только нужно посмотреть, куда там я ее положил. Сейчас, одну секунду. Я фолдер для вас заводил. Так, ну-ка, смотрим. Нет? Ну-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Welcome. Знаете чего? А я ее не очень вижу. Сейчас, секунду, секунду. Лежала у меня прямо на десктопе. Если я, конечно, не убрал куда-нибудь. Так, ну-ка. Я извиняюсь. Был уверен, что она у меня прямо тут. Нет, нет, нет. Так. Знаете, что я сделаю? Я себе ее скопирую. Подгружу из моего онлайн-класса. У меня есть. Я могу туда зайти, а вы не сможете, если у вас нет логина. Так что, в общем, хорошо, хорошо. Я извиняюсь за такую небольшую задержку. Так. А вот она у меня, пожалуйста. Я могу прямо запустить ее отсюда, да? Нет. Ну, хорошо. Ладно, убрали. Поехали. Так. Значит, ну, мы говорим, пожалуйста, значит, вот, приветствуем вас на вот этой части, на этом модуле про тестирование график юзер интерфейса. И мы говорим, почему мы интересуемся этой темой. Да, потому что вы можете с первого дня начать рапортовать ошибки. Это помогает вам удержаться на работе в первые дни. Да, все эти стандарты опубликованы. То есть, вам не нужно их выдумывать или где-то выуживать. Все, все абсолютно известно. Большинство людей вообще не знают, что эти стандарты существуют. Иначе бы они тоже пользовались. И надо сказать, что не так много внимания в компаниях уделяют этому делу. Зависит от компании. Если это стартап, и он выживать должен был, а у него через три месяца дадут деньги или нет, конечно, им вообще пофигу. Вам могут сказать, вообще не пиши об этом, не надо. Но чем больше компания в порядке и финансово, и с точки зрения перспектив, и долгосрочных каких-то дел, тем больше они этому уделяют внимание. Потому что они уже начинают думать о клиентуре, и как она себя чувствует и так далее. Когда-то интерфейс был такой, так называемый command-line интерфейс. Ну, я не знаю, если я так... Сейчас, где-нибудь вам вытащить на свет. Так. Ну, вот, допустим, вот так. Вот я пришел, и не знаю, хорошо ли вам видно. Это эмулятор DOS у меня на компьютере, значит. Ну, вот он. Это интерфейс командной строки. Вот я ему говорю, сиди, и там две точечки. Вот это я команду даю. Давай, говорю, там, наверх поднимись один уровень. Вот он ушел в users. Я ему еще раз говорю, сиди, две точечки. То есть, я ему свое говорю, а он мне, значит, отвечает. Вот опять чего-то. Я ему говорю, там, DIR, да, покажи там, что у тебя там... Я говорю, покажи, что есть. И он мне начинает все свои фолдеры, там, и файлы, и так далее. Вот это вот, значит, такого плана интерфейс. DOS, Unix, вот это был интерфейс командной строки. Потом была революция. Появились, значит, маковские компьютеры, Apple, да. И потом Windows стала такой графической. То есть, там появились менюшки, там, операции с мышкой, там, drag and drop, там, dialog box, и десктопы, и там, и все такое. Ну, и, соответственно, веб, соответственно, там, мобилки и так далее. Это уже не интерфейс командной строки. И есть guidelines для веба, которые опубликованы, значит, государством, можно сказать, американским. Вот эта ссылка, которая у нас тут была, первая, вот тут, да. Вот она, для веб applications. Ну, давайте, я, может быть, попробую открыть. Посмотрите, на каком сайте это лежит. Видите, HHSGOV. Department of Health and Human Services. Это сайт американского правительства. Вот оттуда спущен, спущен, вот эти вот usability guidelines. Поэтому, Microsoft делает, там, то, что для Windows. Apple для Apple. Там, то, что для, там, Android делает Google. Google, а вот то, что для веба, поскольку никто вебом не руководит, вот, значит, government делает. Идем дальше. Значит, есть книжки, которые я вам там дал, да. Они хорошие. Я бы на вашем месте скачал бы их. Может быть, не обязательно все прям сегодня изучить. Но каждый раз, когда что-то практическое начинаете делать, смотрите в книжке, что там есть на этот счет. Вот, и это позволит вам книжечку потихонечку освоить. Там, это речь идет конкретно про книжку для веба. Там есть концептуальный разговор, там есть терминология. Терминология важна, чтобы баг-репорты писать. Там есть на 400 единиц чек-лист такой, где есть 400 вещей, которые можно протестировать на веб-страничке. И они еще отсортированы по важности, там 5 категорий важности и так далее. Если вы будете тестировать или более-менее помнить, там первые, там, не знаю, то, что пятые категории, их там совсем немного, там, не знаю, два десятка, три десятка. И там еще следующая категория, четвертая. Вы, я не знаю, вы революцию совершите в той компании, которая там есть. И это станет частью вас. Да, это неплохо. Что еще дальше у нас? Откуда идут requirements? Да, значит, когда вы работаете на конкретном проекте, вообще у нас никогда нет избытка вот этих requirements. Значит, ну, что-то нам дают в письменном виде. Это может быть бизнес-документация техническая, там, это могут быть какие-то дискуссии, это могут быть протоколы митингов. Но дальше это что-то такое более-менее четко сформулированное. Но дальше вы смотрите на софтвер, который делают какие-то серьезные компании, на которые ваша контора хочет быть похожей. Как вы знаете, на кого ваша контора хочет быть похожа с точки зрения, там, скажем, юзер-интерфейс. Если вы спросите вашего менеджера, там, Q-менеджера, а вот есть кто-то, что мы хотели бы, чтобы наш интерфейс был как у них, они вам тут же скажут. Вот они как Google, или там, я не знаю, там, Microsoft, они вам скажут. Вот, и дальше вы смотрите на эти компании, на их продукты, и вы говорите, я бы хотел, пишите баг-репорт, и говорите, в нашем продукте желательно вот это изменить вот таким образом, чтобы быть консистент. Вообще, консистентси, это колоссальное слово, очень важное, давайте я вам здесь напишу. Консистентси, консистентси или инконсистентси, да, когда нету этого консистентси. Инконсистентси, это то, что вы пишете, инконсистентси, и там что-то инконсистентси, с чем-то, это повод для написания баг-репорта. So, consistency это большая тема, очень важно. Вы смотрите вот то, что industry practices тут написано, да? Если все люди вокруг вас, ну или большинство, или скажем так, серьезные игроки на рынке, это делают вот именно таким образом, это становится требованием. Есть вещи, которые nice to have, то есть есть и молодцы, а есть вещи, без которых нельзя. Вот тогда это становится must have. Если все пользуются, это must have. Теперь, product we want to be like, да? Это вам начальство скажет. Вот это источники, из которых вы черпаете, значит, информацию. Теперь, что касается веб-странички, вот конкретно. Значит, есть сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть правил, которые я хотел бы вам показать. И, значит, они не сто процентов, как бы, являются must have, но зависят от ситуации. Есть общее правило такое, говорит, если пользователь чем-то воспользоваться не может, да, то лучше его disable. Если вы посмотрите на что-нибудь такое Microsoft, то там это обычно очень хорошо имплементировано. Например, вот я говорю, edit, find, да, вот я говорю, find. И у меня кнопочка find next disabled. Почему disabled? Потому что я ничего не написал. Но если я одну буковку поставлю, она уже enabled, я уже могу ее нажать. Понятно, да? Вот так работает. В том же notepad я скажу file, там, скажем, save as. И ничего не напишу, с каким именем файл сохранять. И мы имеем ошибку, потому что кнопочка save по правилам майкрософтовским должна быть disabled. Потому что вот это нажимание save, оно абсолютно не, вот видите, да, это мусор. Так не должно быть. У Microsoft есть правило, где написано, что это должно быть disabled. И вот это правило я почти словами Microsoft disable controls. Controls это то, чем манипулирует пользователь. Это кнопки, это листбоксы, чекбоксы, меню, items и так далее. Default button. Опять, вот вы открываете, да, придется нам вернуться. Вот вы открываете там какой-нибудь диалог бокс. Вот replace. Он уже с чем-то тут, да? И default button это тот, который нажмется, если я ударю клавишу enter на клавиатуре. Вы видите эту кнопочку. Это кнопочка find next. Почему вы видите? Потому что вокруг нее такая рамочка. Вот этой рамочкой помечен default button. И если в Windows applications это как бы абсолютно всюду и так далее, то, например, в вебовских это не всегда так. Но более того, если в вебовском приложении, например, кнопка сама неизвестно где, вот мы, например, пользовались там в предыдущем курсе, сейчас я попробую, energy telecom. Вот у нас есть такая веб-страничка, которой мы пользовались. И, допустим, я сейчас сделаю enter на клавиатуре. Вы слышите по звуку. Ничего не происходит. Но вообще-то там есть кнопка, вот submit. А есть кнопка clear. Значит, первое, здесь нету дефолт кнопки. Ее просто нет вообще. Но с другой стороны, нужна ли она? Потому что если submit, это дефолт кнопка, а я пришел на страничку, и я не вижу ее, это не dialog box в Windows. Понимаете? Эта страничка может быть большой. Может быть и не надо. Может быть не нужно, чтобы я ударил, и что-то произошло такое, что находится за пределами моего контроля. То есть, как бы вот так мы на это смотрим. Есть такое понятие input focus. Input focus. Вот формочка открылась. Давайте еще раз ее как-то. Рефреш я сделаю. Значит, вот форма открылась. Я начинаю печатать. И мой тайпинг никуда не идет. Правда? Казалось бы, он должен был бы вот сюда. Но я сначала должен туда нажать, вот там. А потом только вот он начинает принимать мой тайпинг. Значит, что это значит? То есть, я начинаю печатать неизвестно куда. Не известно куда. Вот так работает. Значит, идем дальше. В нашу презентацию. Идем дальше. Tab Order. Это когда вы находитесь в форме. И она меня выбрасывает в Referred By. Мы вообще думали, что она меня выкинет в Last Name. Referred By. Ну, я сказал, София. Вот у нас в офисе работает. София. Я говорю, еще раз Tab. И теперь только появляется Last Name. Почему так вышло, мы не знаем. Это и называется Tab Order. Когда я бью клавишу Tab, в каком порядке оно проходит от клавиши к клавиши. Да? От поля к полю, я извиняюсь. Вот. Это называется Tab Order. Так вот, на Tab Order есть рекомендации. Говорится, что либо это должно быть логически. Там, First Name, Last Name и так далее. Или чисто топология. Слева направо, сверху вниз. Следите за этим. В этом деле есть много ошибок. И с Default Button. Но аккуратно. Это не везде нужно. И с Default Input Focus. Это сплошь и рядом. Теперь Default Values to the Fields if Appropriate. Например, возвращаемся сюда и говорим, скажем, Edit, Find. Видите, я в прошлый раз делал буковку A, он мне ее напоминает. Давайте я скажу что-то такое более запоминающе. Я говорю, ищем, нету. Ну, нету и нету. Ладно. Закрыли. В следующий раз пришел, опять говорю, Edit, Find. А он мне опять. Значит, было принято решение, что когда человек после поиска запускает, ему предлагают последний поиск, который он делал. Если я напишу Михаил и скажу Find Next. Не нашел, нашел, неважно. И потом снова скажу Edit, Find Next, я извиняюсь, Edit, Find. Edit, Find. Вот он открывается. Уже Михаил. И это заложено, так сказать, в функционал. И это как раз то, что называется Default Value. Значит, если мы решили, что нам нужно давать Default Value, то мы его даем. А нет, так и нет. Но, во всяком случае, мы спрашиваем себя. Мы хотим, чтобы там было Default Value. А если хотим, то какое? И еще, вот у нас Labels, End Up With Colon. Label, это, я вам сейчас покажу. Label, это то, что у нас идет в качестве информации о том, что за поле у нас справа. Вот, например, Purchase Order. Это Label вот к этому полю. Вот к этому. From Amount. Вот этот. Это Label вот к этому полю. Точнее, даже к двум. Да? From и To. Вот тут два поля. Значит, Label. Так вот, правило говорит, что Label на конце должен иметь двоеточие. Вот оно. Таким образом, вы могли бы, и у нас сегодня занятие называется тестирование по правилам и без. Так вот, вы могли бы заметить, что здесь есть точечка, не зная никаких правил. И баг-репорт, который бы вы написали, говорил бы, у нас inconsistency. У нас тут вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вот это To, да? Восемь и девять, значит, лейблов, да? Девять. Но из них только один вот имеет точечки, а другие нет. То есть, если вы не знаете, как правильно надо было бы, то вы говорите, у нас inconsistency, потому что они сделаны по-разному. А если вы знаете правило, то вы говорите, что, например, search my invoices section needs to have labels is missing, или там, labels in labels in search my invoices section are missing colon at the end. Например, так. То есть, вы можете писать от знания, а можете писать от здравого смысла. Вот то, что здесь есть на этой страничке, не требует от вас никакого знания. Вы чисто так вот внешне можете смотреть. Больше того, вам сказано, руками не трогать. Вот, то есть, не выбирать ничего, сказать, а что только 10? А вы не трогаете. А что только all? А зачем нажимал? Да? Вот так. Вот, поэтому, там функциональности нет. Значит, вот это ваше домашнее задание. Давайте мы поговорим еще раз про домашнее задание. Это вот страница вашего курса. И мы говорим вам. Значит, вот это слайды, кстати, которые я сейчас использовал. Значит, мы... Вот стандарты для веба, iOS и Android. Значит, вы повторяете вопросы к интервью и ответы. Вы делаете еще один квиз. Вы тестируете страничку Толия и пишете то, что нашли на форуме. Вот, вот тут. Форум, он дает вам ссылку туда, на этот самый форум. И я вам очень... Тут не написано, но я вам очень-очень-очень рекомендую в качестве домашнего задания. Время есть у вас, да? До вторника. Значит, отправиться на предыдущий класс. Вот здесь, да? В предыдущий класс. И там, где у нас занятие номер два по график-юзер-интерфейсу, посмотрите вебинар в записи. Вот, вот тут, посмотрите. Вот, возьмите прошлый урок и посмотрите. Вот, наверное, и все. Я, на самом деле, планировал больше сделать, но я вижу, что по времени у нас так не очень получается. Я хотел вместе с вами пописать немножко баг-репорты. Баг-репорты. Но, значит, не получится. Теперь, что еще? К занятию номер два вам вот такое вот хозяйство. А уже с баг-репортами мы тогда поболтаем в следующий раз. Это будет вторник на следующей неделе. А после этого у нас в четверг мы будем отвечать на вопросы, которые накопятся. Такая вот история. Все, друзья. Значит, я думаю, что мы закончили. Если какие-то вопросы там возникли, давайте быстро прямо сейчас, потому что иначе я не смогу. Прямо так сходу. Так. Ну, я не вижу, никто ничего не пишет. Ну, давайте считать, что мы так задание получили. Где можно посмотреть книги, о которых вы говорили? Давайте так, в чате. В чате нашего класса вы спросите, и вам ребята накидают. Я вообще говорил в идеале про книгу Рона Паттона. Называется «Софтвор-тестинг». Я считаю, что из тех книг, которые сегодня есть, это наиболее приличная. Хотя тоже ей уже там, будь здоров, она 2005 года. Но она хорошая. Вот. И там есть глава о том, как репорты писать. Там нет ничего про юзер-интерфейс. Ну, вообще, начните читать. Она очень хорошо читается. Может, я один баг-репорт напишу. Смотрите видео. Я там много их написал. Тестирую самостоятельную страницу только глазами. Да. Если вы начнете руками кликать, там ничего не работает, поэтому не надо. Разница между ГУИ и юсибилити. Ну, Гугл вам в помощь. Но это вопрос очень хороший. Я думаю, что мы с вами должны в следующий раз, когда вы немножко, так сказать, руками поделаете, мы с вами обязательно вернемся к вопросу о юсибилити. Скриншотов не надо для баг-репортов. Вот сейчас не надо. Научитесь словами описывать. Скриншоты, само собой, это хорошо, это потом доложится. Но, значит, на дупликаты проверять не надо. Пишите, как, что хотите, того пишите. Примерно так. Вы пишите, вы должны потренироваться. Мы же с вами не говорим, что кто-то должен починить наши баги. А мы говорим, что вы должны себя изменить в процессе написания этих багов. Хорошо? Поставьте ссылку на страницу. Сложно найти двух часов. Я не очень понял. Ссылка на страницу есть. Ссылка на страницу, которую вы тестируете, есть. Прямо вот тут же она стоит. Вот она. Вот. Значит, поэтому ссылка есть. И там это раз, два, три. Это четвертый буллет в домашнем задании. Четвертый буллет. И там есть. Все, друзья. Значит, мы с вами тогда прощаемся. Я сейчас соображаю, что мне первым-то выключить. Значит, я отключаю первым делом наш класс. Говорю, что у нас стоп-рекординг. Все, ребята, счастливо. Вот те... А, кстати, сколько их тут в классе-то? Триста шестьдесят два. Так, значит, мы говорим стоп-рекординг. Редактор субтитров А.Семкин